МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас коротко о главном и интересном. В Новосибирском районе пересчитали все земельные участки. Как возвращают государству незаконно присвоенные территории. 8 новых ясельных групп смогут принять малышей в Берске, когда откроют дошкольное учреждение в городе Спутники. 5 тонн целлюлозы с 1 гектара. По какой технологии в Новосибирске будут делать одноразовую посуду из многолетней травы? День российского кино отмечают сегодня в нашей стране. В Новосибирской области событию посвятили сразу несколько мероприятий, в числе которых первый креативный музыкально-туристический фестиваль «Автопробег Обское кольцо». Подробности в сюжете Андрея Баева. У кинотеатра «Победы» ретро-автомобили, современные машины и мотоциклы. Пассажиры и водители – участники первого музыкально-туристического фестиваля «Авское кольцо». Автопробег посвящен Дню российского кино. На протяжении всего маршрута жителям городов и поселков будут показывать фильмы и рассказывать об истории синематографа. Среди участников – знаменитые братья Киселевы. Я работал в совете по кино, ездил по деревенским установкам, ремонтировал, принимал в эксплуатацию киноустановки в деревнях. Очень много народу ходило в кинотеатры, особенно запомнили фильмы, работал киномеханиками. И когда смотрели в зал, люди переживали именно сочувствие фильма, особенно индийские фильмы. Потому что жизнь зала выносили людей. Вот так вот наш народ воспринимал фильмы. Узнав о фестивале, откликнулись не только специалисты кино. Я с большим пиететом и респектом отношусь к тем, кто поддерживает наш фестиваль в составе нашей сегодняшней группы. Профессора, народные артисты из заслуженной Новосибирской консерватории. В составе солисты филармонии города Новосибирска. Лучшие кинематографисты документального и постановочного кино. Ну и, конечно, те, кто всегда рядом. Наши участники из военно-патриотического клуба. Я с большим удовольствием поздравляю всех жителей Новосибирской области, зрителей телеканала ОТС. И очень рад, что этот канал с нами. Новости смотрите с маршрута под названием «Обское кольцо». Также в рамках Дня российского кино специальную площадку организовали на форуме «Технопром». Эксперты обсуждают судьбу научно-популярного документального кинематографа. Для нашего региона это более чем актуально. Кроме непосредственно съемок и проката таких фильмов, в Новосибирской области планируют обучать продюсеров, режиссеров, сценаристов и операторов. Режиссеры, которые снимают это кино, нуждаются в поддержке. Это кино, в отличие от других неигровых картин, оно более дорогое в производстве, более сложное. Наука должна стать частью современной культуры. И кино, наверное, является наиболее эффективным инструментом, наиболее массовым инструментом, которое может сделать так, чтобы наука действительно стала частью современной культуры. Кроме того, в рамках празднования Дня российского кино на площадке Победы при поддержке Министерства культуры региона проходит фестиваль «Умное кино». По словам губернатора Андрея Травникова, все эти инициативы – прекрасная возможность организовать в Новосибирской области Всероссийский кинофестиваль просветительского и научно-популярного кино. Мы примем решение, чтобы в Новосибирской области и вообще в России появился еще один кинофестиваль. Кинофестиваль «Спутник форума Технопром», кинофестиваль научно-популярного документального и просветительского кино. Может быть, мы даже совместим наши идеи, наши усилия. Может быть, этим кинофестивалем должен стать фестиваль «Обское кольцо». Это вам решать, вам обсуждать, форматы за вами, а с моей стороны однозначная поддержка вот этого подвижничества. Я готов принять решение сегодня о запуске ежегодного кинофестиваля. По итогам музыкально-туристического автофестиваля «Обское кольцо» будет снят фильм, премьера которого состоится также в кинотеатре «Победа» осенью 2021 года. Андрей Баев, Александр Ведерников, Новости ОТС. На форуме «Технопром» подвели итоги цифровизации электросетей в Новосибирской области. Как говорят специалисты, новый подход к работе позволяет постепенно избавить потребителей от перебоев с электроэнергией. Тема продолжит Екатерина Стывко. «Технопром» – площадка, где обсуждают самые современные технологии. Сегодня сотрудники РЭС рассказывают о применении передовых разработок на своих объектах. Считают, энергетика будущего невозможна без цифровой трансформации. Пилотные проекты для обеспечения бесперебойного электроснабжения уже начали воплощать в жизнь, например, в селе Марусино. То есть реклоузер, который представлен местным производителем, он уникальный, потому что он, по сути, является и счетчиком, и, собственно, коммутационным аппаратом. То есть в рамках данного проекта 8 реклоузеров установлено, ну и, собственно, работы под наработкой этой системы автоматического восстановления сети ведутся. Уникальная по своим техническим характеристикам цифровая трансформаторная подстанция появилась в Новосибирской области в поселке Приобский. Энергетики в режиме реального времени могут получать данные и управлять станцией дистанционно. Потребители же получают стабильное электричество. Помимо цифровизации, не менее актуальны для региона вопросы, касающиеся тарифного регулирования и значительного числа смежных сетевых организаций. Глава РЭС считает, необходимо тщательнее следить за их работой. Катерия о том, что они должны отвечать своим имуществом, своими чистыми активами перед потребителями. Второе, они должны быть, ну если не лицензированы, по итогу, вообще-то должна быть лицензия, как на любой вид действия. Лицензированы. И третье, они должны получать паспорт готовности для того, чтобы бесперебойно снабжать электроэнергией. И мы не боимся конкуренции, пусть будут, но пусть будут те, кто профессионально относится к этому, платит налоги. С этим предложением представители РЭС обратились в Министерство энергетики. Там подготовили изменения в законодательную базу. Действительно, вопрос о тарифном регулировании, цен на электроэнергию, тарифов, все очень важен. Я думаю, что здесь скорее вопрос может быть решен путем принятия или совершенствования нормативных правовых актов правительства Российской Федерации. В этом году РЭС планирует продолжить модернизацию сетей региона. Екатерина Стывко, Дмитрий Белькевич, Антон Мамаев. Новости ОТС. Другим темам. Мошеннические схемы, нелегальные миллионные прибыли и громкие уголовные дела. Результат работы земельной комиссии Новосибирского района. В прошлом году в госсобственность вернули больше 5000 гектаров площадь, совставимая по размерам с территории Искитима, 17 участков земли. Теперь незаконно присвоенные территории будут использовать в том числе для развития сельского хозяйства. Вчера буквально смотрели опять статистику. 10% увеличилось количество посевных площадей в Новосибирском районе за счет того, что вернулись земли. Есть возможность сейчас на них выращивать зерновые культуры, получать новые виды производства. Сегодня губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с послом Ирана в России, господином Каземом Джалали. Делегация Исламской Республики работала на форуме Технопром. Посол также встретился с руководителями крупных промышленных предприятий. В прошлый пандемийный год приостановил развитие деловых контактов, но теперь время наверстать упущенное. У нас есть хорошие отношения с Новосибирской областью. Объем торговых связей около 45 миллионов долларов. И мы будем обсуждать, как новосибирские предприниматели смогут работать в Республике Иран. Представить свои возможности и наоборот, чтобы наши бизнесмены тоже могли работать в Сибири. А дальше в нашем выпуске. Масочный рейд в Толмачево. Много ли пассажиров-нарушителей? Одежда из растений уже никого не удивишь. А как насчет посуды? И мрак в поселке Светлый. Ежедневная авария на водопроводе. Репортаж с места событий. Оставайтесь с нами. Лимит на воду. В Кочаневском районе в поселке Светлый люди вынуждены часами гипнотизировать водопроводный кран. Когда из него польется вода. И быстро наполнять всевозможную тару. Не успели в Ихт-1 набирать для нужд воду дождевую. Как такое может происходить в 21 веке, разбирался Александр Попов. Звонят мне соседи. Валь, быстрее набираю воды. Говорит, в 11 отключат. Да, мы все на телефонах. А тут скотину привожу, а поить-то нечем. Он орет, кричит всю ночь. Пить-то хочет. Не меньше хлопот и забот водный дефицит создает и людям. У кого-то ремонт неделями стоит, кто-то дождевую воду собирает. А вот тем, кто караулить возле крана, не может хоть салфетками обтерайся. Бутылки, фляхи, ведра. Ты уезжаешь на работу не помыться. Приезжаешь с работы не помыться. Без 15-11 воды нету, в 7 утра еще нету. Огромные проблемы для семьи с детьми. Например, инвалиду ежедневно нужно промывать систему питания. У меня ребенок лежит, 18 лет уже будет в октябре. После папа умер, мама слегла. Ну и вот мы, мне же надо и помыть его. И всю систему там у нас тоже промываются водой проточной. Главная причина – состояние трубопровода, который был проложен в далеком 1967 году. Мы вчера делали порыв, вот у Пети уже съездили. Но бумага папиросная толще, чем труба. Качество воды тоже оставляет желать лучшего. Пить ее невозможно. Жду, когда вонь с нее выйдет, крышкой не закрывая. И ворю и есть. В сельсовете пообещали, что рассмотрят возможность раздачи питьевой воды с модульной станции водоочистки. Правда, спешить чиновники не будут. Мы рассмотрим в течение месяца. Я имею в виду, само вот это предложение рассмотрим. Насколько вот это будет, как бы, ну, эту техническую часть надо знать. Что касается ремонта, то даже в лучшем случае пару лет жителям придется собирать талую дождевую воду и покупать емкости. В 22-м году запроектируем, а по реализации этого проекта там все будет зависеть от выделения денег с областного бюджета, нашего бюджета. Но ориентировочно какой год? Ну, я думаю, 23-й. А пока жители рады, что благодаря приезду журналистов появилась возможность наполнить пустые бочки. Сейчас вы уедете, воды не будет. Все, мы радуемся, пока вы побудете здесь подольше. Александр Попов, Алексей Баженов, новости ОТС. Продолжаем выпуск. Очереди в детский сад для малышей до трех лет больше не будет. В Берске возводят детские ясли на 110 мест. Сегодня ход строительства проконтролировали депутаты Единой России, представители Минстроя и чиновники. Рассказывает Наталья Цопина. Многодетная мама Мира Трегубенко с сыном Ратибором часто гуляет около старого детского сада. Здание, которое строят рядом, станет первым дошкольным учреждением для младшего. Откроют 8 групп и все ясельные. Мы живем через дорогу. Открывается такой замечательный яслий сад. Нашему городу он очень нужен. Просто я даже не могу передать, насколько он важен для нашего города. У нас очень много современных работающих мам, у которых маленькие ребятишки. Они нужны своим местам, а ребятишкам нужен садик. Заведующая детским садом номер 2 Татьяна Щербакова отмечает, в Бердске очередность детсады до двух лет ликвидирована полностью. Строительство яслей решит проблему с местами для годовалых малышей. Чего не будет других, но не будет такого количества маленьких детей. Это я точно говорю. Это точно будет. У нас будет 110 детей маленьких, и такого еще нигде нет. То есть этой цифрой похвастаться никто на сегодняшний момент не будет. А так мы пытаемся создать детский сад именно с учетом психологического развития детей. Им важна сейчас двигательная активность. Мы создаем эти зоны. Важна сенсорика. Будет очень много направлено на сенсорное развитие детей. Школы, детские сады, медучреждения, дома культуры, возведение каждого социально значимого объекта в регионе на контроле партии «Единая Россия». Мониторят ход работы и представители городской администрации, и депутат Заксобрания Зоя Родина. Идут с опережением графика, говорит застройщик. Сдача объекта была запланирована на декабрь, но готова завершить работы уже в сентябре. В новое здание Бирских яслей уже в понедельник начнет поступать оборудование. Наталья Цопина, Алексей Зубила, новости ОТС. Протоколы за нарушение масочного режима сегодня составили на пассажиров в аэропорту Толмачево. Подробности рейда в аэровокзале крупнейшей воздушной гавани Сибири. Сюжете Дмитрий Антипов. Раннее утро в Толмачево уже многолюдно. Те, кто проходят на посадку и стоят в очереди на регистрацию, режим соблюдают. А вот среди прилетевших множество нарушителей. Как правило, самое частое нарушение – неправильное ношение масок. Попросту говоря, на лицо надето, но приспущено. Полицейские и специалисты Минтранса зачастую просто делают замечания. Однако, если человек начинает сопротивляться, отказывается надеть маску и спорит, его отводят в пункт полиции для составления протокола. В данный момент инициатором данного рейдового мероприятия явился Росход Репнадзор, который ведет ежедневную, еженедельную, ежемесячную статистику. И в данный момент есть статистика, которая говорит, что большое количество людей заражается именно при пользовании Новосибирским аэропортом Комачево. Тем, на кого сегодня составили протокол, остается ждать решения суда. Возможный вердикт – либо предупреждение, либо штраф до 5000 рублей. Если же правило нарушит юридическое лицо перевозчик, то для него штраф может исчисляться сотнями тысяч. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Посуда и упаковка из природного сырья. Ученые нашли способ спасти планету от пластика. Поможет мискантус. Из этого многолетнего травянистого растения научились выделять растворимую целлюлозу. Российское ноу-хау. Полученный материал можно использовать при производстве разных предметов. И быть уверенным, разлагаясь, они не нанесут вред окружающей среде. Площадь этого поля около полутора гектаров. Здесь выращивают мискантус. Обычно аграрии используют это растение в качестве подстилки для скота, поскольку оно очень влагоустойчиво. Однако этот мискантус будут использовать в других целях. С одного гектара можно собрать в среднем 10 тонн мискантуса и выделить из него до 5 тонн целлюлозы. Ее смешивают с растворителем и получают сырье, которое можно благодаря термоформированию превратить в любое изделие. Так в Москве начали создание биоразлагаемой одноразовой посуды и упаковки. Первые успехи представили в этом году на технопроме. Может быть, изделия, которые применимы для упаковки особо ценных материалов, других изделий. Это, например, вкладыши, ложементы в ящики, вкладыши, когда нужно хрупкие изделия хранить. Можно декоративные упаковки делать, поскольку после отбелки мискантус, целлюлоза мискантуса приобретает очень красивый оттенок. Растворимую целлюлозу из мискантуса выделяют впервые в России. Её перспективы, как говорят учёные, колоссальные. Однако для работы в промышленных масштабах необходимо специализированное производство. В Новосибирской области пока такого нет. Возможности появления обсудили на технопроме. Помогут учёным московские коллеги. Мы разработали, скажем так, дорожную некую карту, как мы будем двигаться к этому большому производству. То есть мы сейчас начнём с того, что будем делать здесь лабораторию, такую совместную лабораторию по как раз исследованию целлюлозы и по производству опытно-промышленных партий. Полезен мискантус для экологии не только разлагаемыми изделиями. С его помощью можно бороться с углеродным следом. Мискантус – долголетнее растение. Оно поглощает соединение и сохраняет его, нейтрализуя вредные свойства. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новости ОТС.